Дорогие друзья, с вами Светлана, и сегодня мы поговорим о таком заработке, как заработок в ТикТок. Посмотрите, вот это профиль ТикТока одного известного человека. Его зовут Матвей Северянин, и он зарабатывает в ТикТоке. На настоящий момент в ТикТоке он заработал уже 11 миллионов рублей, построил себе баню. Смотрите, он занимается тем, что рассказывает просто про свой бизнес, показывает свои книжки, показывает свои игры. И многие интересные вещи, которыми он занимается, набирает себе клиентов и зарабатывает. И вы можете делать так же. Посмотрите, у него простые видео, самые-самые простые. Ссылка на инструкцию, как сделать так же и зарабатывать, как он, будет под данным видео. Ну а пока продолжим. У Матвея Северянина есть несколько аккаунтов. Вот еще аккаунт. Здесь он снимает свою собаку в том числе, снимает какие-то видео, снимает свою кошку. Видите, здесь подписчиков поменьше. Есть еще аккаунт, где он снимает тоже что-то про свою работу. То есть человек снимает, занимается тем, что ему нравится, снимает свою работу и показывает это всем нам. Вот посмотрите. Есть еще один человек, это Сидельников. И он снимает, соответственно, различные пародии и приколы, где в главных ролях он сам. Он снимает и женщин, и мужчин, и ребенка, и бабушку, и дедушку, и отца. То есть все-все-все-все-все этот прикол. Но при этом человек, снимая приколы, развлекая людей, тоже зарабатывает. Как же он это делает? Ну, этот секрет вы узнаете, опять же, по ссылке под данным видео. Давайте смотреть дальше. Итак, что у нас есть еще? Вот это кредитный юрист Илья Монар. Он тоже зарабатывает в ТикТоке. Он тоже снимает простые видео и зарабатывает. У него кредитный юрист, банкротство, семейное право, военные билеты и кандидат юридических наук. Смотрите, как правило, он снимает простые видео на зеленом фоне чаще всего. Пишет какой-то текст, отвечает на вопросы людей. И какие-то ролики у него набирают весьма-весьма существенно. Вот 11 тысяч просмотров, какие-то там были, где больше. Человек таким образом собирает себе клиентуру. И вы, кстати, можете так же. Вот видите, ссылка на его сайт дана и описание. И у него 373 тысячи подписчиков. Что еще? Вот смотрите, это Юлия Тапу. Она в настоящий момент продает ковры ручной работы. И, соответственно, вы можете тоже что-нибудь продавать. Она снимает простые уроки, рассказывает, чем в жизни занимается, как она там что-то использует. Видите, ковры, шапки какие-то вяжет, что-то еще. И тоже все-все-все рассказывает и показывает. Вы тоже можете делать так же. У нее, кстати, очень большое количество подписчиков. 2 миллиона и 100 тысяч подписчиков. Дальше. Вот еще один интересный аккаунт Николая Амосова. А он снимает свою кошку. То есть, если у вас есть какая-то животинка, как у него кошка. У меня, кстати, тоже есть кошка. Я вам покажу. Моя кошка Донской Сфинкс. Видите, я тоже могу брать ее на ручки и тоже могу ее снимать. Видите? Вот. Снимаем кошку. И с ней снимаются самые различные вещи. Вы можете тоже зайти на его, опять же, аккаунт, посмотреть. Ну, кругом. Только его кошка. Видите? Кошка, 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 кошка. Вот. То есть, много-много всего, связанного с кошкой. То есть, здесь моделью является кошка. Это если вы ничего не знаете, ничего не умеете, можете снимать свое животное. Ну, если у вас нет животного, вы можете его завести. Ну, ту же кошку завести однозначно сможете. Как же вам в этом преуспеть? Смотрите. У меня есть такой интересный курс, называется «Как заставить ТикТок приносить тебе от 10 тысяч рублей в месяц». Да, действительно, ТикТок позволяет зарабатывать. Вот Матвей, про который я вам ранее рассказывал, он действительно заработал себе на Ваню за 11 миллионов. И вы можете так же. Если кратко, тут Матвей даже придумал раскладку. Да, что если вы снимаете 60 роликов в месяц, а ролики коротенькие, 15 секунд, там, 60 секунд, да, то вы сможете зарабатывать 21 тысячу рублей в месяц. Снимая больше, заработаете больше. Вот ради интереса, да. Снимаю 38 роликов, 13 300. Снимаю 17 роликов, 5 900. Снимаю один ролик, к примеру, 350 рублей. Понятное дело, что это примерная раскладка. То есть, вы можете зарабатывать как больше, так и меньше. Но, тем не менее, в ТикТоке действительно можно зарабатывать. Смотрите, вот этот курс, он подойдет любому человеку практически, то есть и новичку. То есть, если вы совсем не умеете зарабатывать в интернете, но хотите зарабатывать, то, пожалуйста, этот материал по ТикТоку вполне вам подойдет. Бизнесмену он тоже подойдет, к примеру, если вы хотите продавать свои товары или услуги. Также он подойдет блогеру. Например, если Ютуб не позволяет тебе раскрыться, то ТикТок поможет тебе это сделать. Вы можете зарабатывать в том числе и на партнерских товарах или давать какую-то рекламу. То есть, ваши возможности на самом деле безграничны. Вот список уроков, которые находятся в этом курсе. Смотрите, все про ТикТок за 15 минут. Как получить много денег, алгоритмы ТикТока, виды банов ТикТок. Что же вы можете снимать, чтобы набирать подписчиков. Три прибыльные ниши в ТикТок. Как правильно перезаливать ролики и нужно ли вообще это делать. Дальше, как разогнать ролик после публикации. Да, иногда ролик после публикации стоит разогнать. И вы узнаете об этом как. Слабый набор просмотров. Иногда ролики скалкиваются с тем, что просмотры никак не хотят набираться. Что с этим делать, вы узнаете из данного урока. Далее, как грамотно настроить ваш аккаунт в ТикТоке. Для того, чтобы ваш аккаунт продавал и вы зарабатывали, его действительно стоит грамотно настроить. Этот урок вам поможет. Дальше, кто твоя аудитория? Для того, чтобы вам знать, на какой аудитории работать, здесь такая вещь существует. Это называется статистика, но подробнее вы узнаете из урока курса. Дальше. Еще в ТикТоке есть такая вещь, как черновик записи. Вы узнаете, что это, что с ним делать и зачем он вообще нужен. Ну, вещь на самом деле классная. Дальше, что такое хорошо и плохо в ТикТоке? То есть, здесь есть всякие разные особенности, и вы узнаете это из этого урока. Дальше. Как делать монтаж классный за одну минуту? Тоже посвящен этому целый урок. Урок, конечно же, не на одну минуту, но довольно интересная фишка. Дальше. Как с помощью ТикТока двигать социальные сети? Потому что люди двигают через ТикТок свои социальные сети, Инстаграм, Ютуб и прочие социальные сети. Дальше. Урок быть собой. Тоже как быть собой и при этом зарабатывать? Он как раз этому посвящен. Дальше. Как общаться с аудиторией? Потому что, чтобы аудитория на вас подписывалась, чтобы она вас что-то покупала, вам нужно грамотно, правильно с ней общаться. Далее есть такая интересная вещь, как взаимоподписки. Стоит ли это делать и помогает ли вам вообще это для продвижения? Дальше. Есть такая вещь, как дуэты. Тоже стоит ли снимать? Если снимать, то как? Тоже узнаете из данного урока. Дальше. Следующий урок. Как сделать так, чтобы ваши ролики смотрели до конца? Потому что не каждый ролик будет смотреть до конца, и, соответственно, ваше продвижение будет падать, если вы не досмотрели. Поэтому есть тоже определенные фишки. Дальше. Как генерировать деньги и контент? То есть вам нужно постоянно придумывать какой-то контент, и как это делать, чтобы у вас его постоянно было море? Контент, 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 контент. Посвящен этот урок этому моменту. Далее. Самый главный урок. Этот урок самый секретный. Вы узнаете, когда вы его посмотрите. Дальше. Волшебное слово. Есть такое волшебное слово, которое применимо к ТикТоку и помогает вам больше зарабатывать. Но вы его узнаете только из данного урока. Дальше. Персональный бренд. Люди развивают через ТикТок свой персональный бренд, который позволяет им зарабатывать больше, больше и больше. Дальше. Как получать целевых клиентов из ТикТока? Потому что бизнес тоже тянет трафик из ТикТока. Дальше. Какая аудитория в ТикТоке? То есть вы больше узнаете о аудитории ТикТока. И есть такая еще интересная вещь, как мультиаккаунт. Чтобы больше зарабатывать, действительно стоит создавать мультиаккаунты. Но их нужно создавать правильно. Поэтому именно этому моменту посвящен данный урок. Давайте я вам покажу подробнее, что там находится. Вот автор курса, кстати, Матфей Северянин. У него 497 тысяч подписчиков было на момент записи. Сейчас у него больше 500. Автор 11 книг. Продается в любом магазине. Заработал 11 миллионов через ТикТок. И обладатель 6 серебряных кнопок в Ютубе. Смотрите. Вот сам курс. ТикТок 2021. Я покажу вам не с первого урока, а с шестого. Три ниши в ТикТоке. Вот так они выглядят. Смотрите. То есть вот здесь два урока. Вы выполняете задания. Смотрите уроки. Кураторы проверяют в школе. И, соответственно, вы двигаетесь дальше. Следующий урок. Как правильно перезаливать ролики. Давайте посмотрим, что там находится. Вот следующий урок. Ну, вот ответ оказан сразу. Что никак. Их перезаливать не нужно. Но, тем не менее, вы узнаете много полезных фишек из этого урока. Давайте смотреть дальше. Что у нас следующее. Как разогнать ролик после публикации. Смотрите. Любому ролику требуется разгон. Ну, редко ролик выстреливает сам. Хотя может и сам выстрелить. Поэтому здесь в школе Матвея даже оказывается помощь в разгоне ролика после публикации. По вашему запросу, разумеется. Но бесплатно. Дальше. Что делать со слабыми просмотрами. Вот тоже есть урок. Целый-целый урок посвящен. Дальше. Как грамотно настроить аккаунт в ТикТоке. Смотрите. То есть для того, чтобы ваш аккаунт работал, его нужно действительно грамотно остроить. И это все будет рассказано в данном уроке. Смотрим дальше. Что у нас тут есть? Так. Где-то курс немножко медленно работает. Похоже, не хочет вам показывать следующий урок. Ну что ж, ладно. Какой у нас был следующий урок? Давайте мы посмотрим. Он назывался «Как грамотно отстроить аккаунт в ТикТоке». А следующий был «Кто твоя аудитория?». Давайте посмотрим, загрузился ли он. Да, загрузился. Ну вот, следующий урок загрузился. Кто твоя аудитория? Посмотрите. Вот следующий урок. То есть здесь посвящено как раз вот этому моменту. Следующий урок «Черновик записи». Тоже довольно-таки интересный урок, в котором вы будете работать, выполнять домашние задания. Так, дальше смотрим, что такое хорошо или плохо для ТикТока. Что будет помогать вам продвигаться, а что нет. Идем дальше. Так, монтаж за одну минуту. Так, ну вот, давайте посмотрим. То есть здесь есть даже домашние задания, и кураторы будут помогать вам с выполнениями заданий и проверять. Дальше урок, посвященный как двигать другие социальные сети. Тоже давайте посмотрим. Ну и дальше уроки, в принципе, его суть, я думаю, уже поняли. Все это находится в этом замечательном курсе, который называется «Как заставить ТикТок приносить себе от 10». И ведет этот курс Матвей Северянин, обладатель шести серебряных кнопок в Ютубе. И в ТикТоке у него огромное количество подписчиков. На текущий момент больше 500. Так, если сейчас аккаунт обновится, мы узнаем точную цифру. Так, 549 подписчиков. 549 тысяч подписчиков. Вот. Поэтому, ребята, я вам советую переходить по ссылке под данным видео. И начинать уже вести свой аккаунт в ТикТоке для того, чтобы зарабатывать деньги. О следующих способах заработка мы поговорим в других видео. С вами была Светлана. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok